Привет, ребята! Сегодня мы находимся в китайском лётчике, в концертном зале. И сегодня у нас фестиваль, посвящённый группам давно минувших дней, 80-х, 90-х, 2000-х, тогда раньше фестивали были в казармах, в рок-музыке. И сегодня вот благодаря Лене, Антону Голисону, вот этот фестиваль состоялся. Второй день сегодня уже. Многие группы тех времён до сих пор ещё играют, в чём играют довольно-таки бодро. Вчера я уже мог видеть всё это дело своими глазами. Также вчера я увидел Яну, вокалистку группы Карцинома. Когда-то эта группа играла у нас активно в Ярославле. И было очень здорово. То есть у меня раньше фаворитов было. То есть если я сейшин, всегда там Карцинал Бракен Сол. Всегда я старался попасть. Ну тогда я увлекался блок металом, чисто. И поэтому, да, очень любил эту команду. Довольно-таки такой техничный симфо-блэк. Такой норвежской школы. Крэдол Фил, Сатирикон, Дима Боргера, что-то плюс готично-меланхоличная тематика. Театр в Драгедии что-то присутствовало. Ну, меня очень впечатляло так. Вот, Яночка, я очень рад познакомиться с тобой вживую. Вот, наконец-то. Да, в общем, Карцинома прекратила свое существование, так сказать, лет на 15-20 где-то, да? Как так получилось, что вы решили опять собраться вместе? Расскажи. Да, мы очень долго, конечно, очень долго не играли. Как-то так оно все закончилось. Последний концерт дали в 2001 году. И поскольку никуда никакого движения и развития не было, как-то так оно все плавно сошло на нет. У каждого там появилась какая-то своя жизнь. Но годы шли. У нашего самого главного, собственно, нашего идеолога, фронтмена, лидера группы и композитора, собственно, всей нашей музыки, Миши Буканова Пряника, его, знаете, как Пряника, музыка, тем не менее, копилась в голове, рождалась. Она копилась в стол, но очень хотелось дать ей выход, потому что он всегда считал, что раз дано Богом, надо обязательно это во что-то изложить. Поэтому вот он нам всем позвонил и сказал, давайте осуществим это все же. Тем более есть новый материал. Мы не успели записать часть материала, который играли тогда, в то время, в последние годы существования карциномы. Поэтому решили и записать то, что не успели записать, и заодно новый материал должен работать. Вот, собственно, теперь мы снова играем. Скажи, пожалуйста, кто принимал участие из музыкантов первого состава, либо какие-то новые люди у вас. То есть вы, я так понимаю, записали альбом, но концертной деятельности у вас не получается никогда. То есть почему? Да, пока концертная деятельность не получается. Пока мы просто еще к этому, может быть, думаем, что они готовы, но как раз это планируем в ближайшее время осуществить, сделать. Думаем пока над этим. В первом составе было вообще всего трое человек, когда, собственно, карцинома родилась. Это, собственно, был ее основатель, вот как раз пряник. И был на пасу мой одноклассник, который рычал, гроул Фил Бушманов и Жаба, барабанщик Димушаков. Ну, такая была смешная команда из 16-летних ребят, которые только, можно сказать, сами учились, закончив музыкальную школу. Они все учились в музыкальной школе вместе. И только учились, можно сказать, играть на инструментах, отличных от духовых, на которых они до этого учились в музыкальной школе. Вот, такие делали первые попытки, познакомившись с тяжелой музыкой. Вот, потом как-то так получилось, что Дима отпучковался, Фил тоже ушел, решил создать другой проект, в котором я тоже участвовала, Дизмориум. Вот, а карцинома, соответственно, приобрела новых музыкантов. Это Влад Анатольев, который очень долгие годы был двусменным барабанщиком карциномы. И он играл в массе еще других групп, конечно, очень известных в городе. И он, собственно, сейчас вот с нами участвовал в записи последнего альбома. Андрей Щенников на клавишах он играл. И начинал, собственно, с нами возрождать этот проект в 2017 году. И Женя Кузьмичев, который играл на второй гитаре вместе с Мишей. И он был соло-гитарист такой у нас. Вот, запилы все модные на тогдашнем альбоме, это вся его фишка. С басистами у нас всегда была, собственно, напряженка, поэтому на альбоме тогдашних лет записывал бас Пряник, собственно, непосредственно. И так же, как и на альбоме этого года, бас тоже записан Пряником. Вместе с нами, вот мы, собственно, трое, можно сказать, втроем записали альбом. Но так же с нами на клавишах были сессионные музыканты. Это Антон Левин, маэстро, клавишник группы ранее Миллениум, потом Сантерна, сейчас. И брат Пряника Антон Буканов, который закончил в свое время консерваторию и аспирантуру при консерватории, вот, акустические песни записывал он. Да, еще один у нас участник группы, про которого чуть не забыла. Это, собственно, вокалист, потому что я же пришла в группу не сразу. И изначально это был прям такой больше black metal, и Рэй, собственно, скриммил в группе. И вот у Пряника вдруг в какой-то момент родилась идея написать медляк балладу. такую романтическую, потому что музыка все-таки в его голове, да, не только быстрая была и тяжелая. Вот, хотелось так немножко разбавить материал какой-то такой красивой вещью, да, балладой. И у него вот родилась мысль позвать женский вокал. Собственно, с этого и началось мое участие в группе. Вот, но и мы с Рэем, собственно, долгий период времени сосуществовали вместе в группе. Вот, но, к сожалению, потом в силу определенных обстоятельств, независящих от ни от кого, да, так получилось, да, что Рэя в группе не стала. Вот, и поэтому пришлось немножечко перепрофилировать стиль музыки. Вот, на тот момент я гроулить и скримить не умела. И мы решили сосредоточиться на женском вокале, на чистом полностью. Да, я могу сказать, Рэя вынуждена была заменить. Вот, но вот как-то так. А почему он ушел или что с ним случилось? И почему Рэй, почему такое погоняло по розвищу? Ой, потому что он Роман, а не буду врать Алексеевич, по-моему, Яковлев. И если это по-английски, да, сократить, да, начальными буквами, получается Рэй. Вот, а Роман, ну, к сожалению, жизненные обстоятельства сложились таким образом, что он попал в не очень приятную историю, из-за чего, ну, собственно, сидел в местах не столь отдаленных, к сожалению. Вот интересно, у тебя французский язык вот на том альбоме, на подпевках, очень четко, красивый. Ты как училась, или у тебя какое-то образование? Училась, да, я училась со второго класса учила французский, потом учила на Ильязи его пять лет. Это мой, можно сказать, основной иностранный язык. Второй был английский. И на новом, вот, последнем альбоме появились уже и на итальянском тоже вещи. И, собственно, читаем мы такое молитву из Библии, из бытия на латыни, да, который, собственно, является основой всех этих трех языков, английского, французского и итальянского. Вот, итальянский я тоже пыталась учить, поскольку он очень близок к французскому. И, вот, ну, собственно, это, наверное, фишка карцинома, когда можно использовать разные языки. Расскажи еще пару слов об участниках классического состава. Парни, чем они сейчас занимаются, чем дышат вообще? Как-то приближены ли к музыке? Или, может, уже там все забили, там, семья, дети, работа? Ну, собственно, Миша, да, наверное, никогда не прекратит заниматься музыкой. Он этим живет, он этим дышит. И он говорит, что до последних дней своих будет музыку писать и играть. Найдет любую такую возможность, чтобы это не прекращать. Что касается остальных Андрей, вот, кто с нами играл на клавишах в основном составе. И, собственно, вот мы, к сожалению, там, да, мы его отпустили, можно сказать, два года назад. Он начинал с нами возрождать, вот сейчас опять возвращаться к карциноме. Но, к сожалению, у него не получилось совмещать. Он сейчас, можно сказать, служит Богу в храме. Вот, он закончил, да, духовную семинарию. И вот, собственно, он теперь вот так, таким образом посвящает себя любимому делу. Но мы на связи, да, не теряемся. Вот, жаль, да, что пришлось разойтись. Вот, Владик, у него, в принципе, основная работа связана с тем, что он работает звукорежиссером. И у него это, ну, на самом деле, очень круто получается. Но вот, к сожалению, да, совсем недавно, да, нам пришлось тоже расстаться, потому что не получается у него тоже посвящать много времени группе. Вот, а, ну, времени и сил это все равно требует, конечно. Вот, поэтому сейчас, на текущий момент, мы с Мишей вдвоем пытаемся продолжать дело. Но, благо, современные технологии позволяют делать записи, да, и, собственно, и концертировать с записями, и приглашать музыкантов, и даже удаленно записывать, и потом все это сводить. Ну, понял. А скажи, какой-нибудь интересный случай с тех времен клопа «Моста», когда в Волге еще фесты были, либо в казармах, что-то вообще такое запоминающееся, может, какие-то драки с гопниками, там, какие-то форс-мажоры, что-то. Было такое, ну, связанное с карциномой, какие-то там, может, идеологические какие-то непонятки с другими группами. Вот тоже можешь вспомнить такое? Ну, так, что прямо, как что-то такое из ряда вон там, или драки, наверное, ну, из ряда вон, наверное, много все время, все время что-то происходило всегда. Но самое любопытное, наверное, в том, что, несмотря на то, что было очень много разных стилей, да, которые присутствовали тогда на Сышенах, это были и панки, и альтернатива, и индастриал, и даже где-то на электронные какие-то, да, были попытки. Вот. И тяжелой музыки было много, мне кажется, даже, наверное, больше, чем и сейчас. Мы, тем не менее, все друг с другом постоянно общались и дружили, и даже если какие-то там были, не знаю, пьяные разборки, все равно, спустя какое-то время все обнимались, да, там, и обменивались, собственно, там, впечатлениями и эмоциями от совместных таких вот тусовок. Вот, поэтому, ну, не знаю, мы дружили и с панками, и со скинхедами, и все друг друга всегда знали и поддерживали, на самом деле. И вот это было прям вот то время знаменательное, мне кажется, именно этим, и Антон именно поэтому, да, решил все это, вот эту эпоху, да, как-то попытаться снова прочувствовать атмосферу. Кстати, вот вопрос по поводу вот этого Сышена. Вчера вот мы были на первом дне, значит, пять групп играла. Что скажешь вообще про, ну, цель, цель вот этого фестиваля, как бы, ностальгия, да, допустим, как мне кажется. Ну, вспомнить былое, как это было 20-25 лет назад, то есть прочувствовали вообще это, как бы, вот этот дух, что ли, блин, вот этой старой школы, как ее сказать. По мне, ну, как бы есть, люди играют, но все равно дух уже тот не вернуть, все равно все уже выросли, всех свои дела, какие-то работы, там, заботы, все уже другие люди, нету того духа все равно. Есть какая-то ностальгия, смотрю на людей, кто-то повзрослел, ну, узнаю некоторые лица, у тебя, допустим, узнал сразу же. Но не почувствовал я, к сожалению, почему-то, ну, не почему-то это все понятно, логично. Вот как твое мнение на этот счет? Ну, на самом деле, да, вчера было приятно увидеть, что люди, многие, да, не заканчивают, не прекращают заниматься музыкой, это на самом деле очень здорово, и было здорово увидеть знакомые лица, да, и мы с тобой как раз вчера, ты правильно заметил, что было ощущение, что такой вечер встречи в скляков, в некотором смысле, было такое действительно ощущение. Но, да, к сожалению, вот эта атмосфера, как тогда, в 90-е, наверное, уже, к сожалению, не вернуть, возможно, из-за, да, я не буду говорить благодаря, это именно, наверное, из-за того, что очень многое перешло в онлайн, тогда же мы, собственно, это нас объединяло и давало возможность, да, там, тусоваться, выражать там свои какие-то мысли, свой дух свободы с помощью музыки и общения совместного. Мне кажется, тогда вообще вся молодежь приходила на эти, тусовки, там было просто яблоко негде упасть, да, и прям, правда было не протолкнуться. Сейчас такого, мне кажется, нигде не встретишь, даже когда приезжают какие-то крутые исполнители, не бывает, к сожалению, такого. Да. Энергетики не хватает, той самой. Все, я тебя услышал, Яночка. Значит, ну что, пойдем сейчас смотреть концерт. Неизвестная земля, слухи, и что у нас сегодня сегодня? Тролли-вали, да, очень такие были заметные ребята в свое время. Ген Иршов, конечно же, да, Юля Соловьева с командой. Да, все, идем смотреть концерт. И каждый раз, когда я вижу тебя, происходит чудо. Потому что есть рельсы, и ты ведешь свой вагон, а я свой. Я пошел сюда работать, чтобы в жизни больше не было никаких чудес. Рельсы – великая вещь. Можно встать на них однажды и ходить всю жизнь, пока не спишем. И ты изнашиваешься, стареешь. Но все это естественно. Просто ходишь по рельсам, истираются рельсы, истираешься ты. Медленно, ведь это сталь. А потом все закончится, и на твое место встанет кто-то другой. И так будет вечно. И от этого спокойно, хорошо. Медленно, 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 хорошо. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА